Добро пожаловать на утреннее шоу «Персиковое дерево» с DCI. Это отличный способ начать свой день. Надеемся, вам понравится. Привет, добро пожаловать на утреннее шоу «Кафе Персиковое дерево» с возвращением. Надеюсь, ваш завтрак был хорошим, лучше, чем мой. Сегодня у меня особые гости на этой неделе, которые будут помогать мне вести шоу «Персиковое дерево». Первое – это Алекс Роллинг. Подними руку. Здравствуйте. Она живет в Даранго, Колорадо, и занимается недвижимостью. Она очень успешна в сфере недвижимости. Также уже 10 семестров она отучилась в колледже международного менеджмента Сидоны. Это рекорд. Это рекорд номер один. Она также является спикером Diamond X. Ты же по всему миру уже выступала. Да, у меня была возможность ездить и выступать в разных местах. Спасибо, что ты с нами сегодня. И второй гость сегодня – Фернандо Херменес из Мехико. Добро пожаловать и спасибо за участие. Она также является спикером Diamond X и также выпускницей колледжа международного менеджмента в Сидоне. Она является владельцей собственной компании Max Consulting. И компания обучает мексиканских бизнесменов применению системы Сидьмян. Спасибо вам обеим, что пришли сегодня. Не уверен, что вы сегодня выступите как эксперты и поможете мне ответить на вопросы. Можете показать календарь на сегодня? Да, если кто забыл. Сегодня вторник, 21 апреля. Вы готовы показать вопрос? Ой, наоборот. У нас все хуже и хуже с технологиями. Сегодня вопрос от одного парня. Его зовут Брайан из Мексики. Привет, это Брайан из Мехико. Мой вопрос про взаимоотношения. Примерно год назад я расстался с девушкой. И мне интересно, возможно ли, что мы снова будем вместе, учитывая, что у нее уже новые отношения. Что говорится об этом в системе DCI? Это возможно или мне просто нужно уже отказаться от этого? Спасибо. Итак, Брайан из Мехико. У меня есть личный опыт подобного плана в данном вопросе. Три года назад я встретила с одним парнем, и я думала, что это был тот самый мужчина, идеальный парень, все было прекрасно, мы были счастливы, но он не хотел брать на себя обязательства в отношениях. Так что мы расстались, отношения закончились, мы остались с друзьями, но у меня сохранялась надежда, может быть, когда-нибудь в будущем мы опять воссоединимся. И я много работала над своими семенами, особенно над семенами, касающимися обязательств, и позже у него начались отношения с другой девушкой. И я думаю, я вроде как отказалась от мысли быть с ним, но в глубине души у меня все еще теплилась надежда. Думаю, это не очень хорошо, потому что если один человек уже в отношениях с другим, а ты питаешь надеждой на то, чтобы быть с ним, тогда в глубине души ты желаешь, чтобы они расстались. Когда я это поняла, я подумала, нет, вовсе нет, мне надо это отпустить, и надо сосредоточиться на семенах, особенно на семенах обязательств. Я начала посещать дом престарелых, навещать маму и свою одинокую тетю. То есть я сосредоточилась на семенах и отпустила в мыслях этого человека, полностью отпустила, и фокусировалась на семенах, на правильных поступках. И сейчас я познакомилась с парнем, который намного добрее, нежнее, заботливее, более страстный. Итак, я считаю, что не надо думать о результате. Надо просто сажать семена, а результат придет. Здорово, а что вы думаете, ребята? Хорошая история. Алекс, а что ты думаешь? Я согласна с тобой, Фер, что надо сажать семена и не пытаться гадать, что произойдет. Я просматривала материалы DCI 4 уровня и те советы, которые были там. И особенно можно уделить внимание посадке семенам того, что шло не очень хорошо в предыдущих отношениях. Есть такой инструмент, называется заказ новой машины. Я подумала, что, возможно, если кто-то или что-то было не так в отношениях, может, обязательства или что-то еще, и партнер не хотел брать на себя обязательства, или человек был недобрым, то можно сажать семена, найти вещи, то есть воспользоваться предыдущими отношениями для посадки семян таких отношений, о которых ты мечтаешь, которых будет много заботы, любви, ответственности, поддержки. Еще я думала, что конкретный человек не имеет такого сильного значения. Люди много раз меня об этом спрашивали. Есть ли какой-то человек, который именно для них предназначен? Часто люди в этом уверены. В общем, не знаю. Мне интересно, что скажет Геша Майкл. Каждый раз, когда мне кто-то задает этот вопрос, первое, что у меня тоже был подобный опыт, как у Фер. Передо мной тоже стоял такой же выбор. Я размышлял, что, наверное, это будет очень плохое семя, надеясь, что люди расстанутся. Я понял это и решил, что буду прилагать усилия для того, чтобы эта пара была вместе и будет перед друг другом честными. Я работал усиленно над этим. Мне было тяжело, но я знал, что это верно. И я должен сказать, у ДиСЯ есть такая вещь, называется, как мы говорим, не старайся угадать. Да, не старайся угадать, не пытайся догадаться, как это произойдет. Мне прежде кажется, это очень просто. Держись своего решения, не разрушать чужие отношения, не желать этого. Это первое. И второе. Продолжай помогать одиноким людям, что Фер и делала. Я думаю, что может произойти невозможное. Это то, что я хотел сказать. Если ты посадил семена, что касается семян, это крохотная, крохотная энергия в твоем сознании. Можно уместить миллион семян на кончике булавки. И если вдуматься, то семя для создания отношений с более подходящим партнером по размеру точно такой же, как семя того, что ты хочешь. Понимаешь, что я имею в виду? Эти семена одинакового размера, они ничем не отличаются, размером не отличаются. Они все одного размера. И чтобы произошло чудо, и чтобы произошло что-то обыденное, семена будут одинакового размера. Понимаете? Все является чудом. Все равно. Если все происходит из семян, тогда невозможное не более возможное, чем возможное. То есть ты говоришь, что усилия будут одинаковые в обоих случаях. Просто сажаешь семя и делаешь кофе-медитацию. Да, семя точно такого же размера. Оно не больше. Семя для чуда не больше, семя не для каких-то обычных вещей. О, моя хранительница пчел мимо прошла. В общем, я так думаю. Я думаю, что нам точно следует избегать, как сказала Ферр, довольно легко избегать того, чтобы вмешиваться в чьи-то отношения, но намного труднее не думать об этом, не желать этого. Я думаю, ты все очень хорошо рассказала. Деша, Майкл, ты сказал, что нам необходимо помочь им быть вместе? Там связь прервалась на секунду, пока ты говорил. Верно ли я поняла, что ты говорил, что надо дать этим людям возможность? Стараться поддерживать их и способствовать тому, чтобы их отношения были успешными. И это сложнее, чем просто не стремиться быть человеком, с которым ты хочешь быть. Это труднее. Для этого требуется гораздо больше храбрости, помогать им поддерживать хорошее отношение. Но это именно то, что я делал в итоге в своей ситуации. И это сработало для меня. Привет, Ви. А вот это и доказательство. Это моя... Да, это доказательство. Она в костюме пчеловода. Мы вчера вечером получили новых пчел, и она в костюме пчеловода. Это Эфер из Мехико. А Алекс, ты знаешь. Привет. Привет. Рада тебя видеть. В общем, она в костюме пчеловода. Будет сейчас на улице заниматься пчелами. Это мои мысли. Я кое о чем еще подумала. Если отношения не заладились, значит, был какой-то недостающий элемент. Не хватало какого-то семени. Может быть, семя обязательства или что-то еще. И это дает тебе возможность исправить собственные семена. Я думаю, это позитивная сторона вопроса. Мы можем взять прежние отношения, которые не сработали, и понять, что именно не сработало. А потом сосредоточиться на посадке этих недостающих семян. Да, здорово. Ко мне многие подходят и говорят, «Ну хорошо, я все перепробовал, я сажал семена, но я по-прежнему одинок. Я уже три года хожу в дом престарелых, но ничего не происходит. У меня партнер никак не появляется. А что вы, ребята, говорите таким людям?» Думаю, возможно, они не делают достаточно кофе-медитации. Они не проживают хорошие события заново перед сном, когда ложатся спать, не визуализируют счастливое выражение лица того человека, который его навестил в доме престарелых. И еще они, возможно, не уделяют должного внимания этому человеку во время визита. Стараются ли они действительно радость доставить этому человеку, или они во время посещения думают о себе? Кофе-медитация имеет огромное значение. И необходимо радоваться, засыпать, думать о хороших семенах в сессии на течение дня и о том, как твои сегодняшние действия меняют твое будущее. Ты сажаешь семена тех отношений, о которых ты мечтаешь, которые у тебя будут в будущем. А ты что думаешь, Фер? Что ты говоришь таким людям? Я думаю, что кофе-медитация имеет большое значение. В моем случае я сажала семена будущего партнерства в течение двух лет. Так что я была одной из тех, кто задавал этот вопрос. Я сажаю семена уже два года. Почему ничего не происходит? Другие семена прорастают очень быстро. Я вижу, семена для бизнеса, для получения дохода, прорастают очень быстро, а это так медленно. Но потом я осознала, что глубоко-глубоко внутри в своем сознании я не отпустила предыдущие отношения. И я думаю, в этом и заключается причина того, почему у меня так долго не было результата. Потому что когда я осознала, что все еще цепляюсь за те отношения, я сфокусировалась на этом. Я сказала себе, все, я собираюсь это отпустить. И я решила помочь другому человеку, который не мог отпустить предыдущие отношения, я помогла подруге. И тогда все случилось очень быстро. Через три месяца я встретила парня, еще через три месяца мы начали встречаться. Это было очень быстро. Но только после того, как я очистила плохое семя, отпустила предыдущие отношения. Я говорю людям, что я думаю, что можно двойную порцию кофе-медитации делать. Нет причин этого не делать. Я думаю, людям делать это за завтраком, потому что завтрак – это самое спокойное время, а для некоторых вообще единственное спокойное время в течение дня. в обычной жизни, пока не было вируса. Алекс очень загружен в своем бизнесе с недвижимостью. Я предполагаю, что для тебя тоже завтрак – единственное спокойное время в течение дня. А еще я люблю радоваться прямо в момент, когда делаю что-то хорошее. Я слежу за тем, чтобы пребывать в радостном состоянии и делать четыре шага. По меньшей мере, я делаю это в моменте и потом еще вечером. За завтраком было бы тоже здорово. Люди говорят, что, наверное, какие-то плохие семена у них есть, которые раскрываются вперед, до того, как хорошее успели прорасти. Я много думала об этом, и я люблю людям рассказывать одну историю. Когда я работал в алмазном бизнесе, я уходил домой ровно в пять, а все работали допоздна. А мне надо было уделять время подготовки к экзамену на ГЕШ, и я уходил в пять. И владелец компании на меня кричал, грозился уволить, запугивал меня, что режет мою зарплату, а я ему на это отвечал, хорошо, пожалуйста, можешь меня уволить, но мне нужно посвящать время другому занятию. Однажды он мне позвонил из офиса и сказал, Майк, ты лучший сотрудник из 800 человек, ты самый лучший. Когда тебя нет, у нас все идет наперекосяк. Все просто рушится, когда ты уходишь домой в пять часов. Мы все заказы формируем задержкой, все идет не так, как должно было быть. У нас происходят лишние траты. Не мог бы ты... Ты нам нужен. Ты нам очень нужен. И тогда моя реакция была, ой, я здесь к вашему распоряжению, я могу работать до часу ночи, я помогу вам, я помогу вам, все сделаю. К чему я это говорю? Последнее время я думаю о том, что когда нас поощряют, мы работаем лучше, чем когда нас наказывают. Да, возможно, мы накопили какие-то плохие семена, может быть, мы не помогали другим людям выстраивать успешные отношения, но для меня положительное подкрепление работает лучше. Вместо того, чтобы войти в комнату и делать четыре силы на какое-то семя, о котором я не помню, мне кажется, это почти то же самое, что просто пойти и делать четыре силы, направленные на то, чтобы помочь кому-то обрести отношения. Это моя новая мысль. Немножко связь подкачала. Фер, я думаю, пора заканчивать. Давай дадим парочку практических советов, потом покажем вопрос на завтра. Хорошо. Есть у тебя практический совет, работа над семенами, которые надо исправить, например, семена обязательств, навещать одинокого человека. Возможно, это первое. Алекс, у тебя есть совет? Я подумаю, что сейчас, пока вирус, много людей чувствуют себя одинокими. Если мы хотим защитить свои текущие отношения, хотим оставаться в тех прекрасных отношениях, которые у нас есть, или если мы хотим, чтобы у нас появились отношения, сейчас у нас есть прекрасная возможность о ком-то позаботиться, кто страдает от одиночества. Я организовала телеконференцию для семьи. В нашей семье есть родственник, который живет один, и мы общаемся в зоне. Сейчас это для меня то, на что я делаю кофе-медитации. Мой практический совет такой. Я знаю, Брайан труится в поте лица над выпусками шоу «Кафе Персиковое Дерево». Делает много грязной работы, тяжелой работы, чтобы шоу было успешным. И я хочу его поблагодарить за это. И также, я думаю, что можно это семя перенаправить. Во время кофе-медитации можно посвятить это семя, которое ты сажаешь, и благодаря которому у многих людей могут сложиться успешные отношения. Наше шоу смотрит 168 тысяч человек. Брайан, ты столько семян этим сажаешь. Я думаю, что перед сном можно, медитируя на это, засеять семена прекрасных отношений. И еще одно. Можно желать им счастья и желать им быть вместе. Можно посылать им добрые намерения. Это сложно. Но я думаю, что этот навык «ФЕР» останется с тобой на всю жизнь. Если пересилить свою ревность однажды с одним человеком, направить свои старания на то, чтобы у него было все хорошо, то это становится привычкой на всю жизнь. И это прекрасная привычка. Ну, хорошо, у нас есть вопрос на завтра? Да, у нас есть вопрос на завтра. Он от Сильвии из Германии. У меня вопрос относительно двух мужей на кухне. Мой вопрос такой. Если мне приходится быть свидетелем того, как мой муж кричит на моих детей, что мне нужно делать? Как мать, я хочу защитить своих детей. И я не хочу просто делать вид, что ничего нет, не придавать этому значения. Что мне сделать? Я верю, что есть альтернативное решение этой проблемы. Спасибо большое. Это вопрос на завтра. Отлично. Если хотите услышать ответ, смотрите завтрашний выпуск. Вы узнаете, что делать, если ваш муж кричит на ваших детей. И если вы хотите их огранить, но в то же время вы не хотите кричать на своего мужа. И завтра на вопрос со мной будут отвечать два наших старших преподавателей Сингапура, Джин и Келли. Спасибо, ребята. Приятно было вместе с вами проводить сегодняшний эфир. Спасибо, что пригласили. Желаю вам отличного дня. Пока. Пока. Спасибо, что смотрели наше утреннее шоу «Персиковое дерево». До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok